Наша регулярная встреча продолжается. Рад вас видеть, слышать. Очень важный момент – это перевод литературного сценария в режиссерский. Это уже коллективное творчество начинается, потому что в этом участвует оператор обязательно, художник по костюмам, в этом участвует обязательно, конечно, художник-постановщик, потому что те объекты, где вы снимаете, имеют колоссальное значение. Владимир Александрович Грамматиков – советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, кинодраматург, продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, креативный продюсер компании «Дисней Россия». Вы дали почитать свой литературный сценарий друзьям. Ваши все коллеги, вся съемочная группа прочитала литературный сценарий, потому что он должен быть… Кстати, не ленитесь. Режиссер должен читать сценарий сам в группе. Когда вы собрались вместе, оператор, ваши помощники, художник по костюмам, может быть, уже композитор, и вы, режиссер, должен читать сценарий и давать комментарии. Потому что иногда в литературном сценарии нет тех серьезных вещей, задумок режиссера, которые должны быть в режиссерском сценарии. Поэтому не ленитесь. Чем подробнее, чем, может быть, проблематичнее. Не будьте того говорить, что «мне кажется» или «я считаю». Давайте вместе обсудим это. Понимаете? Выносить уже… Потому что чем вы заразите больше членов группы, тем вы ближе будете во время съемочного периода. Вам не нужно во время съемочного периода самого трудного процесса, самого тяжелого, самого дорогостоящего. Что-то полемизировать и обсуждать. Это уже должно быть единое мнение, сформулированное и осознанное. Вы читаете литературный сценарий и рассказываете всем службам, всем линиям бизнеса в данном случае, что вы хотите. Что вам необходима деталь какая-то, вам необходим какой-то предмет, или нужно, да, хорошо поливальная машина была, чтобы сделать иллюзии дождя, или вам нужно дым машины, чтобы сделать утренний туман и прочее, прочее, прочее. Я сейчас говорю какие-то глобальные вещи. Но это могут быть и детали. Это могут быть… Вы должны найти актеров, ваших сверстников. А это очень тяжело, потому что ваши сверстники – это еще не профессиональные актеры. Но не берите то, что рядом лежит. Вам кажется, что ваш друг… Ну и не исключайте этого. Вам кажется, что ваш друг Пупкин, Ленька, он классно сыграет. Не бойтесь делать пробы. Это закон. Не бойтесь. Вам кажется, что вы уже нашли героя? Нет. Снимите еще. Вы знаете, сколько мы делаем проб? Вот я, например, там, на МИУ мой МИУ, да? У меня было полторы тысячи детей. Понимаете? Из полторы тысячи детей я выбирал героев. Хотя я профессионал. Хотя я, вроде бы, на первый взгляд могу определить. Нет. Дело в том, что есть такое таинство, когда актер должен быть тебе очень близок. Понимаете? Он должен быть твоим. Мы же знаем иногда человека, который… Вот ты сидишь с ним, говоришь, и что-то какая-то стенка, и ты ее прошибаешь, прошибаешь. Иногда лучше не прошибать, не трать на это время. А иногда человек, которого ты мало знаешь, а он кажется твоим родным, родненьким. Вот он, прям все, все, все как-то. И актер ваш должен быть тоже вот таким. Но актер – это третья позиция. Первая – оператор. Внимательно посмотрите его фотографии, его работы предыдущие. Поговорите с ним, поговорите, поразмышляйте вместе. Может быть, он иначе относится к этой проблеме? Не страшно. Не страшно. Потому что, да, у вас будет уже такой маленький конфликт, но он позитивный в данном случае для работы. Но вам все равно нужно найти единое мнение вначале. Оператор. Оператор – это ближайший ваш коллега. Это человек, который… Ну, должен быть ваш, 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 ваш. Дальше художник по костюмам. Потому что очень важно, как одет герой. Вы оденете герой в нелепый костюм – все. Но вы никогда не убедите зрителя, что он герой. Будут все ха-ха, о-хо. Понимаете? Не убедите, что это позитивный герой. За этим нужно очень следить. Прическа может сменить все. Говор. Может быть, если он чего-то чихает все время, на каждые три минуты – все, комедийный персонаж. Понимаете? Дальше. Художник по костюмам, да? Художник-постановщик, который предложит вам объекты. Это так важно, где происходит действие. Чрезвычайно. Сцена объяснения в любви. Одно дело – берег пруда или какой-то реки, а другое дело – болерное в подвале какого-то там дома. Это все атмосфера, это все бы иначе выглядит. Поэтому художник по костюмам должен делать несколько предложений вам. Варианты. Потому что иногда режиссер видит эту сцену лирической, а художник может ее прочитать как комедийная. И вам нужно обсудить это, договориться, что это не карусель, колесо обозрения в парке культуры, где достаточно сложно снимать, но зато эффектно. А это локальная качель какая-то на детской площадке в хорошем микрорайоне, где это все лирично и трогательно. Дальше, конечно, имеет колоссальное значение музыка, композитор. Можно не брать композитора, но есть авторские права. И вдруг вы сделаете фильм, который пойдет на фестиваль. Все. Если вы чего-то взяли чужое и не договорились, у вас нет разрешения, вот как. Но всегда кто-то пишет музыку. В вашем возрасте от 15 до 18 композиторов куча. Конечно, можно написать оригинальную музыку. Но будьте внимательны, потому что музыка может тоже добавить к изображению, добавить к драматургию и может ее разрушить и развалить. Понимаете? И все это вы делаете в формате режиссерского сценария. Как режиссерский сценарий выглядит? Слева идет столбец чередования кадров. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше идут, можно писать, секунды. Я, например, пользуюсь всегда секундами. Продолжительность кадра имеет колоссальное значение. Это темпо-ритм построения эпизода. Это темпо-ритм развития всего вашего фильма. То есть сколько идет секунд кадр? Сейчас модно делать клиповый монтаж короткими кадрами. И иногда думать, что это спасительный ход. Ха-ха-ха. В этом иногда клиповом монтаже вообще ничего не понятно. И что-то мелькает. И думаешь, боже мой, а что это было? Промелькнуло. Думаешь, непонятно. Нет. Все должно быть подчинено вашей сверхзадаче. Что вы хотите сказать этим эпизодом? Понимаете? Можно снять одним кадром. Великий Тарковский делал фантастические панорамы. До четырех минут, до пяти минут. И было все понятно. И настроение. И передавался сюжет. Значит, поэтому дальше идет хронометраж. Сколько секунд. Дальше идет крупность. То есть вы пишете общий план, средний план или крупный план. Или деталь. Это имеет тоже значение. Дальше идет содержание кадра. Маша вошла и сказала. Сделала то-то, то-то. Дальше идет примечание. Нет. Еще идет сегмент дополнительный. Это я всегда делаю. Музыка, шумы. Потому что вся ваша группа должна знать о том, что идет лирическое объяснение, а там отбойный молоток долбит. Ну, такой комедийный ход. Вот. И это должны знать все. Это не должно быть вашей тайной и гениальной придумкой. Дальше идет примечание. Примечание. Там вы должны написать самые важные вещи. То, что вы не начнете съемку, если этого не будет. Белый слон. Или какой-нибудь попугай, говорящий, который... Ну, попугай можно хитро делать, да? Он может ба-ба-ба. Потом вы его озвучите. Он может говорить разными языками. Но обязательно должно быть смыкание. Вот. Там вы вписываете все. Детали, колечко. Мне нужно это. Мне нужен цветок, роза, черного цвета. Вам скажут, где мы возьмем розу черного цвета. Вы говорите. Ищите. Это стратегическое решение эпизода. Без этого невозможно. Дальше. Вот в примечание вы все пишете. И вот этот документ является единым документом уже для всей съемочной группы. Потому что еще в большом кино есть КПП. Это еще связано со сроками, с вызовами актеров. Это уже документ, который в вашем объеме, в принципе, можно не делать. Достаточно иметь режиссерский сценарий. Мы потихоньку продвигаемся к профессии. Чего-то мы узнаем. Но больше спрашивайте. Мы будем больше отвечать. Удачи вам и успехов. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин